Всем привет мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики, с вами я Антон и я продолжаю проходить черные бушлаты. Сегодня у нас на очереди очень интересная миссия из компании Прорыв Голубой Линии, которая называется Сломанный Трезубец Нептуна. Полковник Леонид Ильич Брежнев, начальник политотдела 18-й армии. 20 апреля 1943 года. Плацдарм «Малая земля», Месхака, к югу от Новороссийска. Прыгайте, товарищ полковник! Катер сейчас сорвется! Продолжение следует... Да, друзья, сегодня мы будем управлять просто легендарной личностью. Это никто иной, как Леонид Ильич Брежнев. Давайте, Леонид Ильич, вперед! И, естественно, у нас одно из главных заданий это то, что Брежнев не должен погибнуть. Что, в принципе, соответствует действительности. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте, Леонид Ильич. Как добрались? С купанием и ветерком фрицы меня чуть не утопили. Наглеют, гады! Разведотдел штаба фронта добыл сведения, что фрицы подготовили удар по плацдарму. Сильный удар. Потому и наглеют. Ну, ничего, мы научим их вежливости. А, Алексей Александрович? Я так понимаю, поэтому и вы здесь, Леонид Ильич. Да. Хочу в бригады морской пехоты сходить, поговорить с бойцами. Начну, пожалуй, с 83-й. Я выделю вам машину и шофера. Отказываться не стану. Так, для начала давайте сохранение сделаем. И уже продолжим. Вот она наша машина, а вот и наш шофер. Собственно говоря. И теперь нам нужно направляться вот сюда. Сюда. Аккуратненько. Не попадаем ни в какие передряги. Не переворачиваем машину. Аккуратно по дороге. Да. Тут, похоже, был жестокий бой недавно. Но сегодня будет жестче. Здравия желаю, товарищ полковник! Товарищ командир, фрицы атакуют! Эй, парни, бегом сюда. Поручаю вам охрану товарища полковника. Есть! Так, наших бойцов мы сразу отводим в тыл. Желательно подальше. Потому как шальной осколок или шальная пуля могут легко убить не только наших бойцов, но и самого Леонида Ильича. Так, машина тут же уничтожена. Артиллерии. Работают гады. Работают по нам. Тут и Максим уже перевернутый. Вот жалко, его использовать нельзя. Яб с удовольствием. А, это авиация? Нифига себе, нифига себе. Вот это заявки. Вот это заявочки. Так, стоп. Айн момент. У нас под контролем находится только артиллерия. Это пушки ЗИС-3, а также 45-ки. И с помощью этих орудий нам нужно эффективно стараться выносить вражескую бронетехнику. Живите, ребята, живите. О, хорошо. Так, тут у нас еще Панцер Третий приехал. Такой весь из себя молодец. Вон там еще танкетка по нам работает. Так, занесей. Мои орудия, мои орудия. Пока вроде бы целые. Нет, уже не целые. Жаль. Если ствол повредили, это все. Фаталити. Давайте, ребят, сюда, что ли, я не знаю. Нет, вы у меня пойдете вот сюда. В засаду. Позже немцы прорвут оборону наших соседей. И зайдут к нам во фланг. И вот эти вот бойцы нам пригодятся. Коктейли Молотова есть? Отлично. Отлично. Эх, была бы ремка. Было бы проще жить. Ой-ой-ой-ой. Так. Подбили? Нет, не подбили. Я думал, наши зенитки лучше работают. Разворачивайте орудия, бойцы. Хотя нет, все-таки один самолет уничтожен. Это хорошо. Так. 45-ка. Хотя, что она может? Давай. Одно попадание. Так. Где? Где все действие происходит? Так все эпично. Так все круто. Не успеваю за всем уследить. Елки-палки. Это не орудие. Это просто... Я не знаю. Это какая-то крепость. Столько рикошетов было только что. От бронелиста. Вот этого. Я аж офигел. Хорошо. Так. А вот это орудие похоже... Нет. Оно все еще целое. Правда, расчет немного потрепало. О, пума едет. Вот ее нам надо выносить. Иначе она вынесет нас. Хорошо. Осталась только пехота. Давайте, ребята, разбирайтесь с ними. Ну, елки-палки, а. Корпус разрушил ему. Хотел по пехоте шваркнуть. А выбил пехоту. Но очень сложно попадать по пехотинцам, поскольку... Мешает вот этот вот бруствер. Вот. О чем я и говорил. Приходится стрелять в бронетехнику, чтобы рикошетом... Выносило... Пехоту. Осколками хотя бы. Так, минометы. Почему молчим? Вот правильно. Обстреливайте их. Ух, да. Эпичные баталии. Эпичные. Мягко говоря. Так, можно потом будет, в принципе, занять... Какую-нибудь бронемашину. Или танкетку. Так. Уничтожено. Или нет. Или не уничтожено. Вот это вот орудие. Ну... В принципе, целое. О! О-о-о! Все! Сушим сухари. Штуги приехали. А с этими херовинами... Никакая артиллерия не справится. Ну, разве что... Гаубичная. О, ребята. Ну, вы даете. Все. Прикрытие. Атак авиации у нас фактически нет. Одна зенитка осталась. И на этом все. Убей же его! Он сейчас бомбы будет скидывать на нас. Ну вот. Все. Готово. Долбани хоть в борт, я не знаю. Я понимаю, что это бесполезняк полный. Против штугов. Но хотя бы... Хотя бы... Пощекочим ему броню. Хотя бы так. У-у-у-у. Ты подбил его! Ты подбил, чувак! Уходи. Уходи. Бери бутылку. И кидай на движок. На движок кидай быстрее, 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 пока не развернулся. Умничка. Умничка. Жалко, еще одной бутылки у тебя нету. Сходи, набери наших мужиков. Бегом. Так, штук мы вынесли. Это хорошо. Да прибеги ты уже хоть куда-нибудь. Так, трупы. Трупы. Надо собирать гранаты с наших. Иначе нас сейчас продавят. На левом фланге, я так чувствую. Что где-то такое дело? Опасное. О! Еще один танк вынесли. Хорошо. Мне это нравится. Кто у нас ползает? Фриц какой-то. Танкист. Не молчать. Ну, тут можно уже и фугасами создануть. Пару раз. Тут в основном у нас пехота. Да и тут тоже. Ну, вроде бы, мы размотали мы штуги. Немецкие. Мне это нравится. Кстати, давайте мы обыщем пока этот панцер. Пока он... А нет, его уже обыскать нельзя. Но хотя бы посмотрим, что внутри. Есть ли ремка? Есть! Отлично! Вперед! Беги сюда! Немцы атакуют левый фланг штаба бригады. Похоже, они прорвали оборону наших соседей. Да, похоже. Похоже, прорвали. Мужик, чини быстрее эту пушку. Ёлки-палки. О-о-о. Так, бойцы. Будьте наготове. Чини её быстрее, мужик. От того, как быстро ты её починишь, возможно, сейчас зависит исход сражения. Разворачивай колымагу эту. Ох, ё-моё. Но долго эта пушка не проживёт. ЗИС-3. Которую я сейчас управляю. Потому что она под огнём. Всё. Одно попадание в ствол. И сразу. Давай, аккуратно. Бери бутылку сразу. Сейчас вынесем вот этот вот панцирь, если он не уедет. А я чувствую, он очень хочет уехать. Давай, 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 давай. Давай, мой хороший. На движок. На движок. Садись за зенитку. Сейчас мы их покошмарим. Нет, не покошмарим. Похоже, не покошмарим. Беги. Беги, мужик. Вали этих выродков. Глупо, конечно, в чистом поле. Воевать. Ну-ка, закинем ему гранату. Может, это их как-нибудь развеселит. Хорошо. Вали его. Фу, так. Ты как? Ёма, а где ремкомплект? Нет. Похоже, всё. Остались мы без ремки. Так, ну-ка, давай мы сделаем. Нет, не сделаем. Хотел я только что обыскать вот этот вот панцер. Пока он ещё... Убегай. Делай тапки, мужик. Вот сюда. И лечись. О, слушайте. Давайте мы обыщем вот эту вот анкетку. Есть. Отлично. Отлично. Так, чини её. Чини её, мужик. Сейчас мы её используем на благо рабоче-крестьянского Красного Флота. Экипаж у нас есть. Вот можно было бы, в принципе, и вот эту зенитку занять. Но очень велик шанс, что при авианалёте взорвётся ЗИС-5, а вместе с ней и орудие. Но если вам повезёт вот так, как мне, и оно останется целым, то... В принципе... В принципе, можно его и использовать. Ложись в траву и бей этих гадов. Ложись, я сказал. Что-то сегодня ненормальное. Я попадаю в них, а попадание не засчитывается. Что за хрень? Починил. Так, экипаж у нас быстренько залазит в бронемашину. Гранатку. Сейчас мы давай им закинем. Гранатку. Вот этим двум. Лежат, загорают. Держи. Сюрприз. Из холодной России. На! А в траве не видят меня. Это мне нравится. Садись! Сейчас мы будем. Сейчас мы... Чё такое? А, никого нету. Не добрался наш боец. Ну и чё? Повреждено, что ли? Да. Но это с первого раза не заметишь. Поврежден корпус. Окончательно. Хотя залезть в эту танкетку можно. Вот что самое интересное. Залезть в неё можно. Ты там жив? Боец, сейчас помощь придёт. Так, давай. Садись вот сюда. И ты тоже. Вот, втроём. Сейчас мы им понадаём. Так, колёса. Так, ну, правая. Нет, левая. Левая. Повреждено немножко. А так, ничего. Давайте, быстрее грузитесь. Наши пацаны там потеют. Сражаются против этих оккупантов фашистских. Не понял, ты чё? Мужик, ты в инвизе? Почему я тебя не могу убить? Вот главное, чтобы они мне гранату не закинули. А то будет совсем обидно. Вот. О чём я и говорил. Но что это за хрень? Почему я их не мог убить? Я абсолютно не понимаю. Так, нет. Слушайте, где было моё сохранение? Не, далековато. Ну, на левом... Нет, точнее, на правом фланге мы уже всех размотали, а вот... Не успел. Не успел я тебе скомандовать. Ложись. Завалили наших бойцов. Патроны у тебя не кончились. Почему молчишь? Так. И чё ж делать? Давайте мы будем подкатывать орудие. Подожди. Выходим. Так, одного бойца из группы охраны Леонида Ильича мы тоже сажаем за пушку. Тем более, что она отремонтирована. Я сначала этого не заметил, но, оказывается, она уже была отремонтирована. А я ремку потерял. Думаю, где они же... Мои бойцы её заныкали. Она, кажется, в инвентаре пушки лежит. Отличное орудие. ЗИС-3. Просто космос. Точность невероятная. Убойная сила. Мама, не горюй. Очень манёвренная. Компактная. Мне очень нравится. Развести станины. Огонь! Прямое попадание. Огонь! Ну, ты терминатор, мужик. Скажу я тебе. Умри, пожалуйста. Так. Транспортируем наше орудие. Вот этих вот уродов осталось дожать и всё. И тогда будет всё тип-топ. Хорошо. Шугнули мы их неслабо. Давать ещё вот этих укрытий. Великолепно. Отбили мы все контратаки немецких войск. И теперь сами пойдём в атаку. Тем более, что сейчас нам дадут огромное подкрепление. Великолепно. 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 Так, вот, собственно говоря, наши новые бойцы И бронетехника Валентайн И Т-60 Легкий танк На них мы сейчас и пойдем в атаку Согласен, сейчас мы поддержим Наших бойцов Вот за что я люблю Т-60 Так это за то, что у него помимо Стандартного ДТ-29 Установлен Еще и зенитный пулемет 20-миллиметровый Который может Даже кое-что противопоставить Бронетехнике Легкой Так, мы аккуратненько По краешку буквально Обходим Позиции фрицев Тем более, что на правом фланге Огнем реактивных Установок уничтожена была ПАК-40 Так, она могла нам Вынести Корпус Легко Так, подожди, не стреляй Нам нужно захватить эти гаубицы Отлично, расчеты уничтожены Теперь займемся второй гаубичкой Умри Умри Отлично Теперь резко разворачиваемся И раздаем Веселые люли Фрицам, которые тут укрылись И думают, что если я проехал мимо них И не обратил внимания Я их не замечу Хер там был Друзья мои хорошие Сразу Сохранение И сейчас Будем разматывать Фрицев, которые тут Готовятся к наступлению Так, выносим всех Кого можем вынести В принципе, нам уже засчитали Задание, как выполнено Мы уничтожили всего одну бронемашину Так, мужики Давайте мы будем подтягиваться Садитесь на броню И шуруйте поближе Вот сюда Слушайте, куда этот штук едет? Мне интересно знать Ох, елки-палки Похоже, он что-то знает Тихо Вот это рикошет Вот это сейчас был рикошет Слушайте, он тут не заедет Похоже, что может Так, умри 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 Нельзя, нельзя Чтобы это повернулось Ой, хорошо Хорошо А вот этот вот Панцер Втыкает Мы его пока разбираем Лишь бы нас не разобрали Да умри ты, а Нет, похоже Похоже сегодня Ооо Вот сейчас нас будут выносить И пока нас не вынесли Надо сделать сохранение Фух Ну главное, что мы штук вынесли Это самое главное Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Валентайн, быстро сюда Бегом Так, ну мы их там Порядком Заперли Нет, вот это я сейчас зря, наверное, сделал Могут по мне Присандалить Ооо Он знает Он знает Как сюда заехать Ну умри же ты, а Отлично Ох, вот это мне сейчас фартануло Я все-таки его пробил Ооо Хорошо Так, теперь дожимаем Вот этот вот панцер Если дожмем Давай же, ну От него все рикошетит Так, ладно, отъезжай Пока тебя не вынесли Можешь, кстати, да Разобрать Так, ребята Все с брони Валентайн Проезжаешь поближе Бойцы занимаем Гаубицы Я их специально для вас Сохранил Так На изготовочку Херачьте их, мужики А вы займитесь Вот этими вот Товарищами О, ты еще не стрельнул Ну давай тогда мы займемся Вот этими вот Немецкими Орудиями На Обожаю Тихо Вот не надо Не надо сейчас разворачиваться Это не лучший вариант Давай, бей его А я сейчас Вас прикрою Пока вас не убили Не убежишь Что это сейчас было Тихо Мужики Я надеюсь Я своих не задену Тогда буду валить Вот этот панцир Иначе он нам Как кость в горле Блин Не долетел Немножко Вот совсем чуть-чуть Тихо Тихо Так Вот тут еще одно Орудие стоит Надо бы его тоже Чпонкнуть Да Ё-моё А Вот как ты неудобно Встал Мужик То перелет То недолет Все не слава богу Но ничего Недолго тебе жить осталось Это уж точно Давай 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 Перезаряжайтесь Мужики Быстрее 3-2-1 Пуск Прямое попадание Справились Я считаю На ура Ну а теперь У вас Свободная программа Обстреливайте Кого хотите Где хотите Ну а я вам буду Ассистировать На своем Т-60 Стоять 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 Перезарядить А Полностью заряжены Хорошо Это даже лучше Так Вот тут где-то я видел О О Сидят Сидят Товарищи А Это наш Это наш По-моему По мне сейчас граната полетит Но я быстрее Я буду быстрее Давай Так Главное Не профукать Наш Т-60 Это не машина Это просто космос Я ее обожаю И в этой миссии Если бы ее нам не дали Я даже себе Не представляю Как бы я эту миссию прошел Поэтому О Гаубицы наши работают Сразу видно Поэтому Эту бронемашину Нам нужно Оставить Хотя бы как трофей О Текают Текают Сволочи В апреле 1943 года Для советского Плацдармана Весхака Пробил час Суровых испытаний Четыре немецкие Дивизии Усиленные Штурмовыми орудием И бомбардировочными Эскадрами Нанесли сильнейший Удар В центр построения Советских войск Считанные километры Отделяли острие немецкого Наступления от моря В эти дни С автоматом и гранатой В руках на пути Немецких батальонов Стали не только рядовые бойцы Но и штабные офицеры И политработники Личным примером Майора и полковники Вдохновляли Обескровленные части На бой и подвиг И приказ Комфронта Был выполнен Немецкие горные И гиря Так и не омыли Своих сапог В водах Цемесской бухты Вот такая вот Друзья Зрелищная Эпичная миссия Я считаю Очень интересна Хотя бы потому Что нам дали Поиграть За Леонида Ильича Брежнева Исторического Персонажа Замечательно Ну Опять таки Могут возникнуть Трудности Вот с штурмом Этой высоты Я абсолютно не ожидал Что тут Можно заехать Но я так понимаю Если бы я Чуть-чуть дольше Втыкал Уничтожая Вот эти вот Панцеры И этот штук То они бы Обязательно заехали Сюда Они уже почти Были готовы Поэтому Нужно предусмотреть И этот вариант Тот что Сюда могут С этой стороны Могут заехать Вражеские бронемашины Ну и желательно Конечно Сохранить Вот эти гаубицы Они очень облегчат Жизнь В дальнейшем Всем большое спасибо За просмотр Друзья Не забывайте Подписываться На мой канал Ставьте лайки Комментируйте Вступайте в группу Вконтакте И в одноклассниках Читайте меня в твиттере Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok